Диагностики ВПЧ. Наиболее простым методом диагностики является клинико-визуальный метод. С помощью рутинного осмотра выявляется большинство клинических и субклинических форм инфекции. Однако визуальный метод не позволяет судить о характере и о прогнозе течения патологического процесса. Эндоскопические методы, такие как кольпоскопия, уретроскопия, аноскопия и прочее. Эндоскопические методы достаточно информативны и относительно недороги. Несмотря на неспецифичность методики, имеется возможность выявления различных типов эпителия, оценки размеров и качества патологических образований, состояния сосудистого рисунка и, что бесспорно крайне важно, возможность проведения прицельной биопсии ткани с наиболее атипических измененных участков. Широко распространенным и общепринятым методом является цитологическое исследование, предложенное Папа Николау. Существенными недостатками данного метода являются сложность исполнения, необъективность трактовки результатов, сложность стандартизации и высокие требования к квалификации врача-цитолога. Что касается гистологического метода, данный метод диагностики мог бы служить золотым стандартом диагностики вируса папиллома-человек. Однако высокая стоимость и, соответственно, невозможность частого его проведения, а также не всегда точный прицельный забор биоматериала ограничивают использование данного метода. Сирологические методы. Сирологические тесты пока не имеют клинического значения, поскольку антитилак ВПЧ появляется только у определенного количества инфицированных. Методы иммуноферментного анализа, направленные на определение онкобелка Е7, в настоящее время слишком трудоемки и, соответственно, не применяются в клинической практике. В повседневной практике клинических лабораторий используются молекулярно-биологические методы. Существуют три основные группы молекулярно-биологических методов определения ВПЧ. Неамплификационные, амплификационные и сигнальные амплификационные. Неамплификационные методы, такие как dot-blood, southern-blood, гибридизация, гибридизация ин-ситу на фильтры и в ткани, это методы по переносу определенных белков или нуклеиновых кислот из раствора на какой-либо носитель с последующим их анализом. В одних случаях молекулы подвергаются гель-электрофорезу, в других переносятся непосредственно сразу на мембрану. После молекулы визуализируются посредством различных методов, например, таким методом, как окрашивание, авторадиографическая визуализация и специфическое маркирование. С диагностической целью данные методы не применяются в связи с их трудоемкостью и, соответственно, используются только в научных лабораториях. Среди амплификационных методов наибольшее распространение получила полимеразная цепная реакция. Принцип данного метода основан на процессе амплификации выбранного участка ДНК-вируса. Процесс амплификации состоит из этапов денатурации ДНК-матрицы, отжига праймеров с комплементарными последовательностями и синтез комплементарной цепи. Абсолютная чувствительность данного метода иногда может привести к гипердиагностике. По некоторым источникам, до 60% случаев инфицирования ВПЧ имеют кратковременный характер и заканчиваются спонтанным выздоровлением и элиминацией вируса. Современные коммерческие наборы для постановки ПЦР предназначены как для выявления ДНК-вируса, так и для дифференциального выявления с количественным определением. Сигнальные амплификационные методы. Типичным примером здесь является Dijing Hybrid Capture System. Данный метод основан на амплификации хемиолюминесцентного сигнала от молекулы зонда, которая связалась с молекулой генома вируса. Процесс состоит из пяти последовательных этапов. Лизис клеток и денатурация ДНК. Образование гибрида между вирусной ДНК и зондом. Захват гибрида моноклональными антителами. Связывание гибрида с меченными антителами. И измерение хемиолюминесценции. Данный тест позволяет определить присутствие или отсутствие 13 типов ДНК-ВПЧ в образце. Соответственно, по степени интенсивности свечения, которую измеряют на люминометре. Система позволяет также провести компьютерную интерпретацию результатов, что исключает субъективизм в ее оценке, а также гарантирует абсолютную специфичность. Основным недостатком метода является его высокая стоимость. На сегодняшний день в большинстве европейских стран и Америки является золотым стандартом в диагностике ВПЧ. Как видно, у каждого из распространенных методов диагностики вируса папиллома человека есть свои преимущества и недостатки. Говоря о диагностике ВПЧ, обязательно стоит рассказать о скрининговых программах рака шейки матки. На данный момент мирового стандарта межскринингового интервала не существует. В некоторых странах межскрининговый интервал составляет 2-3 года, в других же странах составляет 5-6 лет. Инициирование скрининга проводится в возрасте с 21 года до 30 лет и прекращается в возрасте 65-70 лет, с учетом, если были получены неизменные результаты скринингов в предыдущем десятилетии. Тактика скрининга во всех странах различна. Кто-то использует только цитологические методы, кто-то использует только молекулярно-биологические, кто-то использует ко-тестирование. На территории Российской Федерации национальной программы скрининга не существует. Что касается профилактики рака шейки матки и вторичной профилактики рака шейки матки, то межскрининговый интервал, инициирование скрининга и его прекращение, а также тактика скрининга, есть в приказах номер 124 и в приказе 572. Как говорилось ранее, единой скрининговой программы не существует. Страны самостоятельно разрабатывают алгоритмы обследования на рак шейки матки. Протоколы обследования в разных странах различаются незначительно. Протоколы обследования ПЦР в реальном времени и системой Дайджин-тест. На сегодняшний момент обследовано более тысячи женщин. Совпадение и несовпадение по наличию или отсутствию выпечи в образцах между разными методами отмечается 85% и 15% соответственно. Несовпадение при которых Дайджин-тест положительный, а ПЦР отрицательный, вероятно связано с тем, что в системе Дайджин-тест присутствует 68-й тип ВПЧ, который отсутствует на наборе для ПЦР-диагностики. Ситуация, при которой отмечается обратная картина, то есть положительный ПЦР и отрицательный Дайджин-тест, возможно связана с транзиторным присутствием вируса папиллома человека. Подтверждением этой версии является тот факт, что во всех подобных случаях определялся только один тип вируса, причем в минимальном количестве. Несколько слов о используемых методах. ПЦР в реальном времени данный метод используется в стенах нашего учреждения с 2016 года. За это время нами исследовано чуть меньше 4000 образцов. Из них 3933 пробы – это женщина, и 10 проб – это мужчина. Современные коммерческие наборы для постановки ПЦР предназначены как для проведения скрининговых исследований, так и для дифференциального выявления с количественным определением. Нами было проведено в скрининговых исследовании 273 исследования и дифференциальная диагностика с количественным определением – это 3670 проб. Как говорилось ранее, ПЦР в реальном времени – это процесс, который состоит из экстракции нуклеиных кислот и последующей амплификации. К настоящему времени в нашей лаборатории оба этих этапа полностью автоматизированы. Время выполнения данного исследования составляет от 2,5 до 3 часов. Неваловажным фактором является относительно невысокая стоимость данного исследования. Дайджин-тест. Прежде всего, это достаточно трудоемкий процесс. В нашем варианте исполнение методика практически полностью ручная, за исключением последнего этапа – измерения хемилюминесцензы. Соответственно, при применении данного метода высокая зависимость существует от человеческого фактора. Процедура достаточно длительная и составляет около 6-7 часов. Причем количество исследуемых проб здесь не имеет никакого значения. И немаловажным фактором, о котором хочется сказать, что компоненты для данной тест-системы, то есть для данного метода, компоненты производят за рубежом. Отсюда и высокая стоимость данного исследования. В заключении, мне хотелось бы сказать, что по окончании проекта мы надеемся определить наиболее оптимальный метод исследования среди молекулярно-биологических методов. И будем стараться разработать совместно с онкогинекологами наиболее эффективный алгоритм обследования женщин на вирус попелома человека. Спасибо за внимание.